Добрый вечер. Начал Космотелевидение. Диалог о православии. С понедельника мы вступили в самую важную, главную неделю года. Великую или Страстную Седмицу, посвященную последним дням земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Завтра, точнее уже сегодняшнего вечера, так как церковный день начинается с вечера, мы будем отмечать Великий Четверг. Почему в народе он называется чистым и как правильно нам подготовиться к дню Светлого Христового Воскресения. Сегодня мы об этом поговорим. Отец Емени, добрый вечер. Добрый вечер. С Великой Средой и наступающим Великим Четвергом. В чем суть Великого Четверга? Каждый из дней этой Страстной Седмицы он вспоминает какие-то особые события из земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и, естественно, несет определенную информационную и духовную нагрузку. Но вот самые важные события в Четверг Страстной Седмицы – это, конечно же, Тайные Вечери, это, конечно же, омовение ног апостолов, это последние слова такие, можно сказать, прощальные слова Господа и назидательные слова Господа своим апостолам. Ну, это уже совершившийся такой акт предательства Иуды, потому что он в среду предал, уже договорился за денежки, за 30 сребреников Господа предать. И в Четверг он хоть и присутствовал с апостолами, но он уже был не от них, а уже, так сказать, совершил, начал совершать то греховное деяние, которое его потом привело, собственно, и к самоповешению. То есть он повесился после всего этого. Настолько был удручен унынием от совершенного, что и сребреники уже были не нужны. Ну, как и любой грех, собственно, он сначала человека такой морковкой зовет, что так все красиво расписывает без человека в этом грехе. Но когда человек достигает этого, оказывается, там кроме уныния и какой-то такой пустоты, ничего и нет. Вот то же самое Иуда будет испытывать после распятия Христа. Но это уже, так сказать, пятница. Поэтому Четверг – это вот те события, которые я назвал. Мы закончим с Иудой. Но вот то состояние, которое он испытывал, он решил его самоубийством завершить. Наверное, человек, который испытывает какие-то такие моменты отчаяния от своей жизни, у него же есть другой выход, как к апостолу Петра. – Однозначно. То есть мы из Евангелия видим два примера одинаковых практически согрешений. То есть Иуда предал Господа по-своему за денежки. Петр предал Господа по-своему из страха и из такого вот недалекого рассуждения, размышления. То есть внезапно его спросили, и ты, наверное, его ученик. Он говорит, нет, нет, я не ученик. – Ты с ним был. – Ты с ним был второй раз. – Да нет, точно, ты же галилеянин, то есть из одной страны. Значит, и ты от его ученик. – Нет, нет. И фактически одинаково согрешили эти два человека. Но посмотрите, какие разные судьбы. Один повесился и, собственно, закончил свою жизнь очень так удручающе, плачевно. А другой стал величайшим апостолом, проповедником по всей Римской империи и создателем огромной церкви христианской. Естественно, первоверховным апостолом Петр и Павел. Вот мы двух апостолов таких знаем, в честь которых даже есть отдельно пост летний Петра и Павла. Вот здесь, на этих судьбах, можно понять, как нам относиться к тому, что вот мы согрешили. Нет человека без греха. Каждый человек согрешает. Но можно к этому отнестись и впасть в уныние, как Иуда, А можно к этому отнестись с правильной точки зрения и с верою, и с надеждой на милосердие Божие, прийти, покаяться, исповедоваться, и Господь простит. Господь все грехи прощает. Если бы Иуда пришел ко Господу, даже вот на момент его распятия, ко кресту, и попросил прощения у него, Господь бы его простил. Как простил того распятого разбойника, который справа от него висел и каялся. А тот, кто не каялся, слева висящий разбойник, тот пошел в ад. Вот разница между Петром и Иудой, то, что Петр раскаялся, а Иуда нет. Из-за этого такие разные судьбы. То есть вывод простой для каждого из нас, что мы не должны впадать в уныние, должны иметь в себе покаянные чувства, надежды и упования на Бога, что Господь по своему величайшему милосердию, Бог есть любовь, мы помним эту фразу, по своему величайшему милосердию и любви к нам, грешным, немощным, Он нас простит, лишь бы мы покаялись. Смирили свою гордыню, собственно, которая и не пускала Иуду Господу на покаяние. Как Петр, смирились бы и раскаялись. Покаяться – это значит признать свою вину. Ведь нас, как правило, мучают, например, отношения между людьми. То есть люди друг на друга, например, обижаются. Но если человек поймет, что действительно и он в чем-то, не то, что в чем-то был император, а в общем-то это его вина, то есть он на себя возьмет эту вину, и тогда у него, наверное, как раз вот осмеление будет. Просто надо помнить, что в этом мире нет безгрешных. То есть всякий человек согрешает так или иначе, тем или иным способом. И смотреть на грехи другого человека – это значит не видеть грехи себя. То есть если я смотрю, так сказать, на фотографию или на картину, или на проходящую у него человека, я не смотрю в этот момент на себя. Или когда я встаю перед зеркалом, или закрываю глаза и начинаю внутренне себя осматривать, что у меня в голове, что у меня в сердце находится, какие желания, чувства, слова, мысли. То есть тогда я начинаю себя осознавать, что же я-то из себя представляю. А когда я пытаюсь осознавать другого человека, что он из себя представляет, ну это не совсем полезно, скажем так, для человека, вот этим занимающегося, и совершенно бесплодно, а то и греховно. Потому что это приводит только, ну как в большинстве случаев, это приводит в основном к осуждению, гневу, раздражению, руганию и прочим всяким греховным дальнейшим поступкам. Поэтому здесь первонаперво научитесь следить за собой, и тогда вы не будете замечать грехи других людей. Почему в народе вот этот четверг называется чистым? Да, действительно, вот чистый четверг, чистый четверг, все там кто в баню, кто куда. Убираются в квартирах, готовятся. Кто-то уборку делает, там окна моет, ну как бы перед Пасхой, да, вот это все такой легкий ажиотаж. Но на самом деле смысл-то, в общем-то, он более глубокий, конечно же. То есть не просто там помыть окна, вымыть там полы, протереть пыль везде. Это не в этом смысле чистый четверг. Чистый четверг – это значит чистота духовная должна быть. То есть мы, представьте, мы весь пост готовились к этому четвергу, к этому, ну, можно сказать, последнему дню перед распятием Христовым, значит, и во воскресенье перед Пасхой. Конечно же, мы должны очиститься от своих страстей, от своих дурных привычек, от каких-то грехов. То есть все, что нас внутренне замарывает, нашу душу, да, загрязняет ее, надо очистить. Это первое понимание. Второе понимание, если брать евангельский текст, то мы видим там прямая, так сказать, такая сцена, когда Господь встает перед сидящими двенадцати учениками, снимает себе верхнюю одежду, перепоясывается лентином, то есть полотенцем, наливает воду и начинает омывать ноги одного за другим всех апостолов. То есть чистый четверг, вот отсюда и пошло название его чистое, то, что мы читаем в Евангелии, что Господь омыл ноги апостолам. И дальнейшие фразы, там, что вы все чисты, если слушаете меня, да, вот это есть о чистоте, именно в этом моменте Евангелия несколько таких фраз Господних, которые нам приводят и к другому пониманию, не просто ноги помыть, а все-таки послушать Господа, а все-таки исправить себя, а все-таки очиститься внутренне. Вот из этого исходя мы понимаем, что чистый четверг отсюда берет свое начало. Ну, а также, конечно же, мы стараемся, стараемся, но не всегда получается у нас в этот чистый четверг и подготовить своих близких, и прийти причаститься, и поисповедаться. Может быть, еще и на вечернюю службу прийти, послушать Евангелие страстей Господних, 12 Евангелий, да? Завтра вечером, четверг вечером. Там будет особая такая служба со свечами, потом есть такой даже обычай, традиция, что этот огонек приносить к себе в дом, в виде лампадочки закрытой, зажигается в храме от этих свечей после прочтения 12 Евангелия, и приносится в дом, как бы вот освещая и жилище наше. То есть тут чистоты множество можно найти, главное ее искать. Мы будем подетально все разбирать, да, и дойдем до причастия. Зачем вообще нужно было омовение ног? Ну, мы помним, что в те времена и в том государстве, где жили апостолы и Господь, Палестина, ходили-то, в общем-то, на бусу ногу, в сандалиях, и, конечно же, ноги очень быстро загрязнялись, и были такие обычаи, что когда человек входит в дом, ему дают на ноги воду. Мы даже читаем в другом месте Евангелия, когда Господь говорит к одному из людей, которых он посетил, который его судил, там Симон был такой, что, вот, Симон, ты мне воды на ноги не дал, а эта женщина омыла мне ноги слезами и вытерла их своими волосами, головы. Вот, то есть тоже мы видим, эта традиция, она везде прослеживается. То есть, ну, это такой был традиционный прием гостя. То есть человек пришел, снял сандалии, и прежде чем идти в дом, ему омывали ноги, чтобы он... Слуги омывали, да? Ну, конечно, не хозяин, но если это богатый человек. Если не богатый, то, то есть не было слуг, значит, он сам этим занимался, просто давал воду, человек сам омывал, вытирал и проходил в жилище, чтобы смыть вот эту грязь, пыль, которую он мог собрать на пыльных дорогах Палестины. А здесь, наверное, слуги не было, Господь вот сам начал. А здесь, получается, другая ситуация. Да, здесь были только апостолы и Господь. Никаких слуг у них не было в помине. Они хотели быть, так сказать, совершить это омовение, но Господь их опередил. Ну, наверное, так сказать, не решался, кто из них первый, кто последний. То есть они, мы помним, что на пути спорили даже, кто первее должен быть, кто главнее, кто должен сесть с правой стороны, кто с левой стороны от Господа, когда он в Царстве Небесном сядет. И этот спор затянулся, и, наверное, они так и не нашли какого-то решения этого спора, потому что никто на себя не взял обязанность омыть ноги. Ни Господу, ни другим вопросам. Потому что если он взял воду бы и пошел Господа омывать, ну, значит, и всем другим омывать, значит, он бы признал себя нижайшим из этих апостолов. А как же я нижайший? Нет. Ну, я как минимум серединка. Почему? Может быть, не первый, но и не последний. То есть вот этот вот спор привел к чему? К тому, что сам Господь, видя устроение их сердец, видя их споры о том же, кто из них первее, сам Господь встал, облачился, налил воды и пошел им омывать ноги. Это, конечно, было поразительно для них. И я думаю, они все, ну, может быть, не со стыдом, но были очень сильно смущены, однозначно смущены тем, что уж от Него, от Господа, который учитель, который чудотворец, который Сын Божий, они этого никак не ожидали. Ну, представим, что начальник, да, придет и будет там ноги помогать. Да, да, я прихожу на работу, а меня встречает начальник, а омывает мне ноги. Какая реакция? Это что за, вы издеваетесь, что ли, да? А Петр, да, сказал, нет, нет, нет. И эту реакцию мы читаем в Евангелии, да, Петр, причем к Петру он подошел, то есть не к первому, а он, так сказать... Там написано, когда же подошел, да, к Петру. Скорее всего, он был вторым, как некоторые из толкователей, в частности, Ян Златоуст говорит, что, ну, скорее всего, первым был Иуда, и он не постеснялся, он ничего не сказал, да. Мы читаем, и он с Господом тогда тоже руки опускал Салима. На тайный вечер, да, и Господь окунает хлеб в Салил, и тут же Иуда вместе с ним, так сказать, лезет туда. Но представьте, если у вас уважаемый гость, и он тянется за чем-то, мы не тянемся вместе с ним, мы, наоборот, подвигаем ему обычную тарелку, чтобы взять, показать уважение, свое благоговение. А здесь нет никакого благоговения и уважения. Он и я туда живу, вот так вот. То есть, видим устроение души Иуды через такие вот тонкие, как бы, да, промелькивающие события евангельские. Ну, здесь то же самое Иуда не возразил. А Петр возразил, он говорит, Господь, я недостоин. Мы это же слышим в другом месте Евангелия, когда Господь сотворил чудо ловления рыбы. Петр был в шоке, говорит, Господь, я недостоин, выйди от меня. Я грешный человек. На что Господь ему говорит, не бойся и будешь ловцом душ человеческих. Я сделаю тебя ловцом душ человеческих. Он и тогда осознавал, понимал и благоговейно относился к Господу. Даже на рыбалке, да, когда он рыбу ловил. А здесь он тем более, это же уже сколько всего он увидел до момента Тайной Вечи, сколько произошло событий, хождение по воде, воскресенье Лазаря, четверодневного исцеления. Кого там только Господь не исцелял, там и бесноватых, и сухоруких, и расслабленных, и кровоточащих. Не перечислить просто всего этого. И, конечно же, Петр осознал свое недостоинство. Яркое, вот такое чувственное состояние души у него. Я недостоин, Господи, чтобы ты мне омыл ноги. Это, я не помню, то ли преподобный говорил, вроде Бадзе говорил, да, если ты грешник, ну, осознаешь себя грешником, значит, ты мой друг. Ну, Господь, Он, вот, красной нитью через все Евангелие, такой смысловой нагрузкой прослеживается, да, в Евангелии мы проводим, через все Евангелие красная нить, что «покайтесь, приблизилось Царство Небесное». То есть для кого приблизилось Царство Небесное, из этого можно сделать вывод? Для тех, кто кается. Для тех, кто не кается, оно не приблизилось. И только через покаяние человек может войти в Царство Небесное. Есть две арки, есть такая трактовка золотых врат города Иерусалима, через которые Господь въехал на ослятие. Вот вход Господнего Иерусалима, то самое верное воскресенье. Сейчас эти врата заложены камнем, то есть через них сейчас никто не пройдет. А тогда это был один из входов в старый город. И вот он въехал, а сами врата, их видно, они сделаны как бы двухарочными. И вот многие святые отцы, опираясь на эти две арки этих врат, говорят, что одна арка – это покаяние, а другая арка – это милосердие. Вот через две арочки можно попасть в Царство Небесное, то есть в горне Иерусалим, как здесь, в земной Иерусалим, можно было попасть через эти две арки одних и тех же врат. То есть мы здесь также понимаем, что покаяние – это необходимость. И если у нас нет состояния покаянного в душе, то мы не идем в Царство Небесное. Если у нас чего угодно. Мы боремся за справедливость, мы кому-то что-то доказываем, мы говорим, что кто прав, кто виноват, мы кого-то осуждаем явно согрешающего, мы кого-то учим, так сказать, сверху вниз с таким, с гонором с таким. Все. Никакого покаяния в этих, казалось бы, правильных поступках нет. Нет покаяния, нет спасения. Это надо внутри себя осознать и всегда следить за тем, чтобы душа находилась в покаянном состоянии. Если она не находится в этом покаянном состоянии, значит, она уже больна той или иной страстью. Да, кто-то из святых отцов говорил, что попасть в Царство Небесное нужно опуститься на колени. Ну, как минимум, да, пред Господом мы должны не только на колени, а некоторые из святых отцов делали такой не поясной, не колено преклоненный, а поклон во весь рост. То есть они ложились и так крестом вот раздвигали руки и такие поклоны клали. То есть даже не на коленях, а, я бы сказал, так пластом пред Господом надо лежать, таким грешным пластом. Мы только на кровати можем так лежать, да? Это да, это в удовольствие себе. Поклон на кровати. Почему, есть ли какой-то еще смысл омовении ног? Ни рук, ни других частей. Ну, на самом деле мы видим, что очень много фраз в Священном Писании говорится о Господе, о каких-то событиях. Ну, даже мы сейчас это употребляем. Вот пришла СМС. Она пришла, не принеслась, не передалась, не там как-то упала. Она пришла. Слово «пришла» – это к ногам относится, да? И такие же вещи мы видим и в Священном Писании, что блаженны ноги, приносящие благовестие. Да, «прекрасные ноги благовествующих мир», «красные ноги благовествующих мир», «благая». Это пророк Исаия, по-моему. Да, значит, блаженны ноги, приносящие ту или иную добродетель. И почему? Потому что мы стоим-то, собственно, на ногах. Не на руках, не на голове, а на ногах. И когда мы ногами, так сказать, опираясь на землю, приходим в тот или иной дом, к тому или иному человеку, мы приносим ему то состояние души, которое эти ноги несут. Соответственно, если ноги чистые, то, значит, и все чистое. Это по Священному, опять же, из Евангелия мы читаем, Священное Писание, что когда чистые ока, то есть душа человека чистая, тогда чистые все тело. Он весь чист, весь светел. Светло око, светло и все остальное естество, в том числе и ноги. Поэтому с ногами вот такая связь. То есть это для того, чтобы мы осмысленно подходили к нашим поступкам, к нашим шествиям в ту или иную сторону. То есть если нас ноги несут, есть такая же фраза, меня прям ноги принесли вот туда или принесли там сюда. То есть иногда они приносят, грубо говоря, к выпивкой или к каким-то грехам приносят ноги. А иногда приносят, прям ноги принесли в храм. Вот так вот вроде бы не планировал, а прям ноги принесли в храм. И так хорошо случилось. Вот от ног, как видите, многое зависит. И Господь, да, когда послал своих учеников, Он говорил, даю вам власть наступать на змею и скорбью, да, скорбь и скорбью, и на всю невидимую силу, невидимую врага. Да, это тоже у нас, если еще на Писании есть такая же формулировка, что мы, опять же, не рукой задавить скорбью или змею, а вот ногами попирать. То есть мы выше этого. Потому что сама Земля, она содержит различные нечистоты, в том числе и скорбионов, змей, червей и прочее. И поэтому, если мы лежали бы на ней, то и мы бы к ним были ближе, к этим нечистотам. А так мы ногами своими отделяемся от этой нечистоты. И если ноги чистые, то и все мы чистые. Когда Господь приступил к подготовке к омовению ног, мы читаем, что да, Он снял с себя, Господь, верхнюю одежду, припаялся с полотенцем, налил воду. Почему вот у Него там окружали люди? Почему Господь не попросил там кого-нибудь из учеников принести им воду в умывальницу? Ну, я думаю, ученики были все в шоке. Они не понимали, что происходит. И поэтому потеряли вот эти вот секунды времени, что не кинулись и не налили. А Господь это сделал осмысленно, потому что Он показал, что добро надо делать полностью самому. Ни на кого не рассчитывать. А то, как мы всегда говорим, я-то добро, конечно, готов сделать, но если мне вот там кто-то поможет, но если у меня там будет что-то какая-то еще там оказия или кто-то от кого-то там, не знаю, там денежка придет, то есть, а так я готов. Не надо делить. Добро должно быть цельным, то есть, целомудренным добро должно быть. И здесь мы видим целомудрие Господа. То есть, Он взял на себя это делание, и Он полностью его все совершил, ни с кем не разделяя. Также можно, наверное, сказать о людях, которые, например, вот появилось желание в храм, и он думает, нет, вот надо мне кого-то с собой взять, один я не пойду. И вот он ищет, и так может время своего пустить, наверное. Ну, конечно же, потому что это всегда, ну, такое разделение. То есть, с одной стороны, я хочу идти, но с другой стороны, ну, вот отложу, потому что не создались условия. Компании нет, да? Ну, да, это одно из условий. Компании нет, машины нет, там, не знаю, погода плохая, там, или, не знаю, денежек. Спать охота. Нету, да, не выспался, да, или там приболел. Ну, масса всяких отговорок, и в этом раскол внутренний наш происходит. То есть, мы не цельные становимся. А цельный человек, он все равно, вот он решил, все, я пошел, ну, да, ну, дождь, ну, ничего, не пошел тот, ну, ничего, я один схожу помолюсь за него, и за него в том числе помолюсь. Это целостное мудрование. А есть нецелостное. Вот здесь Господь также показывает, что добро надо делать целомудренно, целостно. Когда Петр стал прикословить, да, Господь почему не стал ему объяснять, что он собирается делать, а он ему сказал, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Ну, мы видим, что Петр постоянно прикословил Господу. Удивительно, ну, конечно, там, в хорошем таком смысле. Ну, от любви, да. Да, он от больших эмоций, он такой чувственной натура, горячей натура была. И даже когда Господь говорил, вот мы входим в Иерусалим, и там меня предадут, и оплюют, и сбьют, и распнут, ну, чего Петр воскликнул? Да не будет этого года, давай не пойдем в Иерусалим. Это никто из апостолов, это Петр воскликнул. И, ну, такие были, нет, и что Господь ему ответил? Отойди от меня, сатана. То есть, потому что ты думаешь о человеческом, а я думаю о Божьем. Ну, вообще, горячими учениками-то были многие. Ведь, вы помните, читаем тоже братья апостолы, да, Иаков и Иоанн, они же тоже, давай мы снесем вот это вот село, которое у тебя не принято. Да, помолимся, и чтобы огонь не сошел, и сжег это село. То есть, все были горячими сердцами. Да, и Господь их останавливал и направлял это горение в нужное русло. То есть, мы должны гореть не на уничтожение грешников, а на любовь к грешникам. А там они горели именно на уничтожение грешников, и это, конечно, не очень правильно с точки зрения Господа. Потому что он сам объяснил, Господь, Сын Человеческий пришел не погубить, а спасти. Хотя бы кого-либо спасти. Вот из этого исходя, и здесь Господь так же. Не горячись, Петр, ты сейчас все равно не поймешь. А потом ты поймешь. Но здесь и с чисто психологической точки зрения можно это объяснить, что Господь, зная такой противоречивый характер Петра, то есть, что он все равно будет возражать. Он скажет, да, я это делаю для смирения, показать. Он скажет, не надо? Да, Господь говорит, ну, Петр, мы предполагаем, ну, вот мне нужно это сделать, потому что так я вам объясню, как вы должны друг к другу относиться. Со смирением. Он говорит, я и так все понял, не надо ничего. Ну, как пример из ответов. Наверняка бы это было. Зная это, Господь ответил так, что Петр не мог ничего возразить. Он сказал, ну, что ж, если ты не дашь... С той же горячностью. Давай еще вот и голову. Да, да, если ты не дашь мне омыть тебе ноги, ты не будешь иметь со мной части ничего. То есть, ты будешь отделен от меня. А это апостол Петр боялся больше всего. Петр всегда говорил, так, Господи, а ты куда идешь-то? Я сказал, а мы-то с тобой, да, он всегда хотел быть вместе. Да и даже перед предательством Петр говорил, да я готов, Господи, и в тюрьму, и даже на смерть готов с тобой идти. Ты вот только скажи. Ну, мы знаем, чем эти слова закончились, да, что не пропоет петух трижды, как ты трижды откажешься от меня. Соответственно, здесь он сказал Петру так, что Петр совершенно перестроился и с другой точки зрения посмотрел. «Не-не-не, вот я хочу иметь часть с тобой, поэтому все омою, и голову, и руки, и все тело, все вот, ху, прямо вот из ведра меня облею». То есть, опять та же горячность, опять такое же, ну, как сказать, несколько безрассудное, да, такое рассуждение, такое масло-масляное рассуждение, безрассудное, безрассуждение. Вот здесь мы это видим, и Господь сказал, не надо, все, для чистых достаточно омыть только ноги. Вот опять, Петр, не торопись, не беги ты вперед батьки, как это в поговорке говорит, вот, что я говорю, то и делай. Я не желаю тебе зла, я говорю только то, что тебе на пользу, а ты всегда то туда кинешься, то сюда кинешься, то так, то это, просто следуй за мной. Вот всеми этими словами, всеми этими отношениями с Петром, мы видим, как Господь урезонивает его и ставит на правильные такие стопы, на правильный путь Петра. Потому что иначе бы он, ну, не знаю, что, как он. Он же, мы помним, даже когда Господа брали, вот в Гефсиманском саду пришли воины от архиереев, и его в узилище взяли, Петр чего, вынул нож и начал там махать, и одному ухо отрезал, да. Господь говорит, так, так, убери нож в ножны, и исцелил этого человека, ухо у него опять, так сказать, исцелилось. Потому что всякий, кто возьмет нож ножом и погибнет. Вот, или как же тогда совершится воля Божия, если мы сейчас начнем воевать? Или ты думаешь, что я не могу ангелов легион позвать? Они тут не снесут вообще весь, всю планету Земля очистит легион ангелов от человеческого рода, а уж тем более этих там несколько десятков воинов от архиереев. Но, как же, если мы будем сейчас сопротивляться, как же тогда воля Божия совершится? Воля Отца Небесного. Хотя сам Господь и молился, да, есть моление о чаше, мы помним, что он молился о том, что пронеси, Господи, чашу эту мимо, но да не будет моя воля быть твоя. И это он и здесь Петру показывает. Не твоя воля, Петр, должна быть, а воля Божия. Вот ты все время бежишь, торопишься впереди. Ну, наверное, на месте апостола Петра мы точно так же бы поступили бы. Конечно, я поэтому так это и описываю, чтобы мы себя узнали в этом горячем Петре. И мы так же поступаем. Да я сейчас тут разберусь, я тут сейчас наведу порядок. Начинаем разбираться, только хуже становится. Да я сейчас там... Но мы сделали со своей стороны то, что должны были сделать. Мы защитили вот... Да, да, но иногда после этой защиты приходится потом головешки собирать сгоревшие. То есть уже ничего не восстанавливается. То есть мы здесь должны иметь все-таки послушание Богу. И там Господь говорит, Господь делает так. Мы должны делать так. Эдак, значит эдак. Потому что мы не можем быть мудрее Господа, а уж тем более наши чувства не могут быть мудрее премудрости Божьей. Чувства должны подчиняться рассудку, а рассудок должен подчиняться Божьей премудрости. Тогда все правильно. Да. Ну а вообще вот эта фраза, да, что я делаю, разумеешь, после, она очень нам для нашего опыта тоже полезна. Иногда нам что-то очень совершенно не нравится. Мы даже противимся тому, что происходит в нашей жизни, да. Да, начинаем роптать, там, жаловаться на свою судьбу. А потом проходит какое-то время, и мы начинаем понимать, что на самом деле... А, так это же вот для чего было-то, да. Если бы я сделал так, как я хотел бы, это была бы катастрофа. Да, да, да. Я бы сел в этот поезд или в этот самолет, а мне вот не дали билет. Я ругался, кричал, там, требовал начальника позвать. Или какую-то должность мы хотим. Или, например, с каким-то человеком, да. А самолет этот упал. Вот он взлетел, а я туда не сел. Хотя я очень обиделся, и почему так вот меня обидели? А он упал просто, катастрофа произошла. То же самое с должностью. Вот не дали мне эту должность. А если бы она была у меня, может быть, у меня бы вся жизнь испортилась, и давным-давно бы я бы умер просто. Да, сейчас какое-то время предложили еще гораздо лучшую работу. Да, да. Я таких людей знаю просто не вот фигурально, а конкретно судьбы человеческие. Знаю, что да, вплоть до там следственных действий, вплоть до того, что человека отстраняют от должности, и накладывают на него домашний арест. И там многие отворачиваются даже от таких людей по первости. А потом проходит несколько времени, он возвращается и еще становится на более старшую должность. Даже вот с этой с уголовной статьей, как это ни странно, а его берут на более высокую должность. Такой пример для всех, наверное, да, какие-то личностные отношения, да, если, например, человек вот уходит, и люди переживают, распадаются там семьи, и, например, человек уже не знает, как жить. А потом проходит время, и он понимает, что действительно вот так лучше же. Мы можем много перечислять вот этих событий, которые у нас на глазах происходят, и где мы видим, что если мы послушались Господа, если мы потерпели то, что Господь нам отмерил ту или иную скорбь, просто со смирением понесли, то это всегда приводит к более лучшим результатам, чем если бы мы кипишились. И Иоанн Златоустый об этом очень хорошо говорит, что если с вами произошла какая-то беда, и вы хотите, чтобы эта беда превратилась в радость, поблагодарите за нее Господа. Поблагодарите. Не ропщите, не гневайтесь, не кричите там, не истерите, не унывайте, а поблагодарите. И вы увидите, как Господь вашу беду обратит в вашу же радость и пользу. Это есть. Почему Господь сказал апостолам, вы чисты, когда они еще не были же освобождены греха, а еще Бог Святой не был? Ну да, мы помним, что они все разбежались. Ведь у креста стояли только Преста и Богородица, Жона Мироносица некоторые, и Иоанн Богослов, любимый ученик. Все, больше никого не было, все попрятались, все скрылись, и в том числе и Петр, тот самый, горячий Петр, он тоже скрылся страха ради иудейска, как написано в Евангелии. То есть все испугались просто-напросто. Где же чистота? Мы же тут, ведь тут наши сразу, все, мы выведем всех их на это, на чистую воду, вот они там апостолы, да вот они какие, оказывается, чистые-то, вот они духов. То есть есть на чем поосуждать. Но мы помним, что потом все апостолы закончили жизнь чем? Мученической кончиной на проповеди евангельской. Все. И того же Иоанна Богослова несколько раз пытались убить, просто Господь его сохранял от этого, то есть не дал ему умереть. И поэтому мы понимаем, вот исследуя эти события, и понимаем, что что-то здесь все-таки в другом заключается. Чистота. А если страхи, силе перебороть страх, она тоже заключается не в плотском каком-то усилии, и даже не в психологическом, а в духовной силе, которую потом они получили во время схождения Духа Святого. И с этого момента они уже ничего не боялись. Они уже шли и на смерть, и на каких-то людей заведомо врагов их, и совершали огромное количество чудес. И здесь вот как раз мы видим то же самое, что они, чистота-то их, в чем же тогда заключается чистота, если они только через несколько дней разбегутся все. Разбегутся, как это, как зайцы. Оказывается, Господь дальше говорит, что в том, что вы послушали меня, через слово, которое я вам проповедую. то, что я вам говорил, и вы это приняли в себя, через это вы чисты. То есть удивительно, насколько слово действенно. Мы видим на примере Престой Богородицы, что благовещение привело к рождению Христа. То есть просто слова, что сойдет Дух Святый на тебя, и ты родишь Христа Спасителя. Вот это же просто слова, но от этих слов родился Христос. Удивительно. И здесь Господь также показывает нам, насколько сила Слова Божьего велика. То есть самое Слово Божие, которое он просто говорил им, и они просто его воспринимали, не отталкивая не подвергая сомнениям, и тем более не споря там, или там не ропща, а просто принимались, и оно, это слово, уже изменяло естество человеческой природы в апостолах, и они становились чистыми. Почему? А потому что эти слова у них веру укрепляли, у них давали внутренний рост духовный, и через это они очищались от плотской немощи духовной, от плотских мыслей, от каких-то с детства накопленных привычек и штампов идеологических. Вот в чем чистота заключается. То есть чистота веры через Слово Божие. Ну и эти слова, да, Господь нам говорит через свое Евангелие Святое. То есть мы тоже можем напитаться. Напитаться. Они по-прежнему живы, слова Божии. То есть живы не в смысле того, что мы их передаем, а в смысле того, что они также действуют на всякого, кто их принимает с чистым сердцем, с открытым сердцем, и слагает у себя в сердце, как Пресвятая Богородица. Они также и в нас начинают действовать, и нас очищать слова Божии, если мы их принимаем с верою, с упованием и с желанием их воплощать. То есть как вот мы семечко сажаем в горшочек, но это уже недостаточно, еще надо его поливать, еще там от всякой сорняков очищать. Вот то же самое здесь. Если слово в нас попало, надо за ним ухаживать, тогда оно возрастает и нас очищает. Вот это слово из Евангелия берется, конечно. Почему святой апостол Иоанн был любимым учеником? То есть, по-моему, пять раз, наверное, упоминается, он сам о себе говорит, да? Мы во многих видим в эпизодах евангельских ватыров, когда апостол Иоанн был с Господом в таких ключевых событиях при преображении Господа и там при воскрешении. Да, да. Везде мы видим, что Господь выбирал трех учеников Петра, Якова и Анна. На фаворе, например, да? И во всех случаях, когда, ну, там, или воскресил там девочку, он кого? Только троих апостолов. То есть, из миллионов людей Господь выбрал 70, из них, из 70 еще 12, из 12 – 3, из трех был еще один любимый. Один любимый, да. В чем вот такой, можно сказать, отбор происходил? По каким критериям Господь отбирает вот эти любимые, а это самые любимые, а это самые-самые любимые? По каким критериям? По критериям любви, потому что Бог есть любовь, и если человек любит много, то ему и Господь дает много. То есть, Господь любит всех одинаково, а человек насколько откликается, да? Ну, можно сказать так, вот есть дверь, да, вот мы дверь можем открыть там на 10 сантиметров, можем ее наполовину распроть, а можно совсем раскрыть. И чем больше мы дверь раскрываем, тем больше к нам входит от Господа. И это дверью является любовь, ничего другое, не рассудок, а именно любовь. Чем больше двери любви в нашей душе раскрыты, тем больше в нас вливается любви Божией. Это вот такой взаимобразный поток, который нас обновляет и дает такие силы, которых у обычного человека, не имеющего любви Божией, у него таких сил нет. Ну, а любовь, Иоанн, во многих моментах так описывается, когда он воскрешив Господа, узнал в одинокофигуре, когда на берегу стоял Господь, Иоанн первый воскликнул видел, что это Господь. Ну, любящий человек узнает, допустим, просто из мирской практики, по походке, по какому-то одному слову, просто по взгляду узнает, так это же он, тот, кого я люблю, в толпе, просто каким-то периферическим зрением, что-то кто-то промелькнул, а, так это неужели, да, вот, мой друг, товарищ, для этого нужна любовь, если человек не любит, так он и не замечает никого, да, я что-то не видел, да, ну, кто-то, а, ты был, да, наверное, не обратил внимания, то есть он равнодушный. Был или не был. Да, равнодушный человек, у него нету вот этого движущего начала, а когда движущий начал есть, он везде узнает Господа, и Иоанн Богослов это ярко показал, он везде его узнавал, и в дальнейшем мы видим, что он создал такое Евангелие, которое в корне, так сказать, изменяет мировоззрение человека, то есть то, что написал Иоанн Богослов, это до сих пор действует, мы еще ведь не дожили до апокалипсиса, а он этот апокалипсис видел. Да, как кто-то сказал, Иоанн писал свои послания, окуная перо в любовь. Очень, хорошая фраза, такая вот она прям хорошо описывающая, коротко и ясно описывающая то, чем жил Иоанн Богослов, и чем он творил в этом мире. Он, собственно, при смерти своим ученикам говорил, дети, любите друг друга, больше ничего не говорил, вот дети, любите друг друга. Дети, любите, это повторял, 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 пока вот не отошел. То есть умывать ноги, то, что Господь говорил друг другу, да, то есть это любить друг друга. Но ведь омыть и ног, это же можно понимать по-разному, то есть если мы видим, что человек согрешил, можно это выставить на показ, а можно это омыть и сказать, да нет, ничего не было, я и не видел греха. Таким образом, мы этот грех умоляем, а то и вообще закрываем. То есть не было этого греха. Это омытие, если мы молимся за человека, вы видели, что согрешил, мы начинаем молиться за него, чтобы этот грех с него Господь снял. Это тоже омытие греха. Так же и о усопших, которые уже не могут сами себя омывать от греховной нечистоты. То же самое, вот этот закон любви, он позволяет нам омывать ноги многим людям, окружающим нас. После подготовки начинается пасхальный ужин, который они посвящают Ветхозаветной еще Пасхе. Что необычного в этой происходит в тайной вечере? Ну, традиционно должны были все иудеи, верующие в ветхозаветную религию, они все должны были съесть пасхального агнца. То есть ягненка пожаренную определенным образом, вот они были должны съесть его в память о тех событиях об исходе народа израильского из Египта, из плена, о многих чудесах, которые Господь сотворил, чтобы это событие произошло, о том даже, что море было раздвинуто, и они по дну Красного моря прошли на другой берег, а потом она схлопнулась и утопила всю конницу египетского фараона. Кстати, останки ее находят сейчас археологи на дне Красного моря. Но, соответственно, вот в память об этих событиях там тоже был агнец, кровью которого было помазано косяки дверей, и туда ангел не входил и не убивал. Все двери, которые были помазаны кровью агнцев, были, а ангелы проходили, наказующие ангелы проходили мимо них, оставляли этих нетронутыми. Там же, где косяки не были помазаны, всех убивали первородных. И здесь мы, конечно, видим, что к этой традиции добавляется еще новая часть. Господь по окончании ветхозаветной, так сказать, Пасхи, он приступает к новозаветной Пасхе, он берет хлеб, благословляет, премоляет, преломляет его и говорит, это тело мое, его вкушайте в память обо мне. Потом берет чашу с вином, благословляет и говорит, это кровь моя, за вас проливаемая, пейте ее в память обо мне. Зачем это нам нужно? Удивительным образом через это божественность Господа Иисуса Христа соприкасается с нашим естеством и духовным, и телесным. Потому что здесь, если мы молимся или читаем или говорим, это всего, так сказать, бестелесное. Это только на душу действует, на дух духовно действует, а на тело как подействовать. А вот здесь телесное и духовное совмещены в одном, в едином целом тело и кровь Христова. И таким образом все наши две части естества очищаются и обожествляются. И мало того, они еще и принимают в себя жизнь. Потому что Господь говорит, я есть путь и истина и жизнь. И если мы принимаем в себя тело и кровь Христа, то мы принимаем в себя и путь, и истину, и жизнь. Удивительно, вот во всем этом в таинстве столько событий происходит. А мы-то просто рот открыли, нам батюшка положил, мы скушали, и вроде как все просто. А на самом деле очень сложно, премудрость Божия таким образом устроила, что мы становимся детьми Божьими через это таинство. Главное литургия года, она будет вспоминаться завтра утром, но к ней нужно подготовиться. Наверное, те, кто наши телезрители слышат, уже не успеют, они подготовятся, если придут, хорошо, кто-то работают. А теперь у нас грядет воскресное, воскресение Господа, пасхальная служба. Вот как людям первый раз хотя бы подготовиться, хотя даже говорится, стих, что постились, не постились, приходите и наслаждайтесь, то есть в этот день можно причащаться всем. Вот как нам, те, кто первый раз вдруг сейчас услышат нас, как подготовиться, как собраться? Ну, почитать молитвочки хотя бы к причастию надо, я тоже молитвослов открыл и нашел в содержании молитвы ко святовому причащению. То есть хотя бы в субботу постимся? Да, в субботу один день поста можно соблести, можно. Ни мясной, ни молочный, ни яиц, ни птицы, ну, там уж с рыбой или без рыбы это уже, смотрите, это все-таки постный продукт. Значит, и потом мы должны уже после семи вечера не вкушать ничего, потому что дальше уже идет евхаристический пост. Это только мне прям по Пасху говорим, да? Это пасхальные, да, именно пасхальные службы, то есть там должны быть шесть часов ни вкушения, ничего. И не пить. И не пить, да, то есть вот в семь, грубо говоря, в семь вечера мы покушали, попили и уже до причастия ничего в себя не принимаем. То есть если нужны таблетки выпить, значит в семь вечера, если нужно там еще что-то, вот в семь вечера. И дальше мы уже приходим в храм, там получаем благословение на причастие и причащаемся. Ну, желательно, наверное, в субботу, раз все равно люди все пойдут куличи освещать, зайти и исповедоваться. Эти тоже это обязательно? Ну, это было бы замечательно, только к сожалению, идут освещать куличи в субботу в течение всего дня до шести вечера, но священники не смогут это выдержать. То есть утром желательно прийти? Лучше на утренней службе прийти. Хотя можно исповедоваться, например, завтра, да, то есть к этому не нужно поститься на исповедь, завтра, вот в пятницу, наверное, не будет, ведь и литургии мы напомним, что не будет в пятницу, да? В пятницу литургии нет, царские часы, то есть без литургии не причащают, ничего не делают. То есть можно, в общем-то, завтра прийти исповедоваться, в субботу утром, наверняка, во всех храмах тоже службы. Будут исповедовать, да, конечно. И это будет подготовкой к причастию пасхальному. Господь примет вас в любом случае. А в нашем монастыре будет проводиться две службы? У нас два храма, да, Троицкий и Христа Спасителя. В Троицком он побольше, это ночная служба будет, для взрослых, скажем так, а для детишек, которым ночью трудно не спать, и мы в 9 утра, начиная в 12 ночи, в полдвенадцатого начинается полуночница с пасхальным, в 12 крестный ход и служба. На утре в 9 утра в Христа Спасителя будет вторая служба. Если с детьми, то можете прийти и причаститься. Да, очень многие люди хотят попасть как раз к коне, да, вашей чтимой такой, да, лапзани, Господь Иисус Христов. Это как раз в храме Христа Спасителя. К 9 не могут. А те, кто к 9 соберутся причащаться, им надо, то есть в субботу попаститься, а в воскресенье с утра натощак. Да. Кто в 9 соберется, да? Да, к 9 утра, с 12 ночи до 9 утра не кушать, не пить ничего. Ну и вообще в каждом храме будут праздничные литургии, так что, пожалуйста, приходите. Да, всем, конечно, советую обязательно на Пасху прийти, причаститься. Обязательно. Да, благодарим вас, отец Евгений, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Да, спасибо, Господи, до свидания. На сегодня все. До свидания.